На этот день расстреляли парламент Армении. Было уничтожено высшее руководство Армении. Глава парламента, премьер-министр, которые осуществляли реальную власть в Армении и которые в тандеме вдвоем и были властью. При формальном президенте Роберте Кочаряне. Я назвал сегодняшний эфир «Бесконечная спецоперация России против Армении». Фактически все отношения России и Армении – это проведение военных и специальных операций против Армении. Когда мы говорим «Россия», мы понимаем Российскую империю с момента прихода в регион Армянского Нагорья. Мы понимаем Советский Союз и мы понимаем современную Россию. Тактика использования Армян в своих интересах и при этом уничтожение армянской идентичности. Прямая работа по зачистке территории Армении, Армянского Нагорья от армянского населения. Предлагаю вспомнить операцию «Кольцо». Операцию «Кольцо» 1991 года, апрель-май. Когда советская армия совместно с отрядами полиции особого назначения азербайджан, отрядами милиции по-разному, потом это был ОМОН, потом это был АПОН, осуществили депортацию более 11 тысяч жителей 19 армянских сел исторического Гардмана. 19 армянских сел. Армянский город Ганзак, который называется сейчас Киревабет, где проживало около 50 тысяч армян. Армянская земля Гардман. Земля, которая имеет многотысячелетнюю армянскую историю. Земля, которая осталась без одного армянина, как и Арцах. И все это было сделано руками России, правоприемницей Советского Союза, так как Советский Союз также Россия. 19 армянских сел. 11 тысяч человек было депортировано. Десятки пропали. Огромное количество было убито. И после этого, и после этого армяне не осознали и не поняли. Начало 20 века, 1907-1908, 9, 10, 11, 12 год. Конфискация армянского церковного имущества на всей территории Российской империи. С Османской империи по уничтожению армянского населения. По препятствованию перевозки и перехода отрядов через российскую иранскую границу. Отрядов, которые боролись за жизнь армян в большей части Армении, Большой Армении, Малой Армении, Киликии, которые входили в состав Османской империи. Хвалебные поздравления султану Абдулдамиду Касательно уничтожения армян. Геноцид стал был возможен именно благодаря той резне, которую организовал Абдулдамид. Более 350 тысяч армян было убито. Сотни тысяч исламизировано и сотни тысяч покинули родину. Это привело к тому, что армяне из большинства населения К моменту начала глобального геноцида в 1915 году превратились в крупнейшую этническую группу. А ведь еще в 1865 армяне составляли подавляющее большинство населения своей земли. Тотальная исламизация Привела к тому, что сейчас на территории Турции расположены сотни исламизированных армянских сел. Этноцид Изгнание и депортации И все завершилось геноцидом 1915-1923 года. Геноцидом и уничтожением независимой Армении. И далее Ленин, Троцкий, Сталин. Фрунзе, Орженикидзе Которые оказали Киров беспрецедентную помощь Мустафе Кемалю Которые воссоздали Турцию из руин Десятки тысяч боеврипасов, винтовок, техники, инструкторов Создание с нуля турецкой армии Создание с нуля Турции Именно подобной помощью И зачастую содействием других крупных государств во времени Объясняется тот факт, что Турция состоялась в виде сегодняшней Турции. В сегодняшние дни Совместная операция Турции, России И, естественно, Азербайджан По уничтожению армян Арцах Совместная операция, которая была Реализована за счет армян В том числе с помощью армян-предателей И агентов России Как и расстрел в 1999 году Операция, целью которой было всего лишь получение логистического коридора Через Азербайджан и Турцию И лояльности перед вторжением в Украину Естественно, армян разменяли Естественно, предатели-армяне, как всегда, сыграли свою роль Те люди, от которых зависели иные решения Вот реалии, которые имеют место быть И 25 лет назад Российская империя, Российская Федерация Путина провела крупнейшую операцию Одну из первых крупнейших операций Путина По расстрелу, уничтожению того руководства Армении Которая уже проводила переговоры О создании союза с Соединенными Штатами Мировые силы, которые направлены против Армении Очень могущественны Мировые силы убили Тургута Озала В начале 90-х Того турецкого президента, который хотел взаимодействовать с Арменией На честных и объективных основах Расстреляв парламент, Россия погрузила Армению в мрак Переведя к власти своих агентов Россия ограбила Армению, ослабила ее и уничтожила Фактически как независимое государство И сейчас Армении предстоит очень тяжелый, непростой путь Для того, чтобы выйти из этой ситуации И все, что произошло с Арменией с 1999 года Результат расстрела парламента Сколько еще нужно событий Чтобы армяне, начиная с убийства армянских лидеров Я упоминаю Исраэла Ари, Микаэла Налбандяна И других выдающихся лидеров армянского народа Замученного в застенках Гарагина Наждэ Сколько еще необходимо событий Чтобы армяне осознали роль России в несчастьях Главных несчастьях Армении и армян Это просто бесконечный процент Бесконечный процесс И сейчас находятся армяне Можно ли назвать их армянами Которые служат в российской армии Задумайтесь И которые воюют в составе российской армии В ужасной террористической войне Которую Россия безмотивированно ведет против Украины Кто эти люди? Назвать ли их предателями и мармкуртами? Это слишком мягкие слова для обозначения таких армян Это хуже предательства Называть себя армянами и воевать за армию врага Твоей Родины, твоей нации Является худшим из возможных преступлений Это клеймо вечного позора Клеймо для этих людей и их потомков Армянам необходимо создать единую координационную систему взаимодействия Единую систему, которая была бы Главным императивным органом в качестве общего образования И понимания протокола Что есть Армения Кто есть Армянин Которая бы организовала единую сеть взаимодействия Среди миллионов армян Которые благодаря Турции и России Оказались разбросанными по всему миру Миллионов армян, которые живут на территории Турции Сирии, Европы И вынуждены скрывать свое армянское происхождение Вследствие насильственной исламизации Новые здоровые силы Обязательно должны Изменить глобальную ситуацию в армянском мире Я говорю о нашей планете Самостоятельная Армения Без глобального единения всех армян Не в состоянии выйти из этой ситуации На сегодняшний день Фактически все, что есть и работает Является либо бесполезным, либо профанационным Необходимы новые подходы Необходима эффективная матрица Развитие И подобные организации создаются И подобные организации действуют И подобные организации будут усиливаться Никому не дано уничтожить армянскую нацию Но Господь ждет От армян Активных действий По объединению По выработке и реализации Качественной Достойной программы развития В глобальном формате Это исключительно важно и необходимо Спецоперации против армянской нации Проводятся не только России И фактически уже давно Армянская нация должна была Исчезнуть с лица земли Если бы не воля Господа Нельзя ничего не делать Нельзя быть неэффективным И идти вперед Объединение Единение Взаимодействие Взаимоуважение Использование грандиозного потенциала Национального Является Самым главным приоритетом Для тех Кто считает себя армянами Для того, чтобы считать себя армянином Необходимо жить Как армянин Армянин Это не окончание фамилии Не умение Жарить шашлык И танцевать Танцы Присущие народам Ближнего Востока Это не музыка Часто сомнительная И не армянского происхождения Армянин Это эффективность Армянин Это образец Переноса Цивилизационных достижений По всему миру Как это было тысячелетия Когда армяне Были прогрессорами Когда армяне Всегда Несли прогресс В разные страны мира К чему мы имеем Десятки тысяч Свидетельств Документальных И архивных Вот этот путь Необходимо продолжать Вот ради этого пути Необходимо жить Это то главное Особенное Что Необходимо армян К сожалению В теракте Организованном В России О чем сейчас Уже есть Огромное количество Материалов Документальных И о чем Говорили Высокопоставленные Сотрудники Специальных служб России Тот же убитый Русскими Литвиненко О том ПРУ Организовало Расстрел Парламента К сожалению Беспособничество Определенной части Представителей Армянских Специальных служб Подобный Тарак в 1999 Году Был бы невозможен Значительная Часть Условной Армянской Элиты В те годы Работала Против Родины Работала Против Армении Значительная Часть Той Элиты Которая Должна Была Воспрепятствовать Или Безалаберно Относила К своей Безопасности Или Не имела Соответствующих Не имела Соответствующих Инструментов Для того Чтобы Предотвратить Подобные События Как народ Тысячелетия Живущий На планете Земля В рамках Высокой Цивилизации Когда Другие Народы Не просто Не имели Этой цивилизации Их просто Не существовало Это были Общности Homo sapiens Без Самозазвания Без Культуры Без идентификации Без общего языка Как такой народ Может постоянно Оказываться Неготовым Как такой народ До сих пор Не понимает Причину И корень Своих бед Не может Ясно Определить Своих Врагов Которые Неизменны Не может Организовать Центры Противодействия Тем вызовам И угрозам Которые Системно Организуются Противоармян И армянской Нации Вот вопросы О которых Необходимо думать Всем тем Армянам У которых Есть возможности Для предотвращения Подобной ситуации Для изменения Подобной ситуации Для того Чтобы дать Армянской Молодежи Луч Надежды Дорогие друзья Еще раз Обращаюсь К вам С призывом Присоединяться К нашей Социальной Сети Сети общения К нашей Потому что Я Участвую Активно В работе Различных Очень Эффективных Хочу сказать Патриотических Организаций И лично Очень рад Что не руковожу Никаким Процессом Но я Помогаю Всем Армянским Патриотам И мой Ютуб канал Мой Телеграм Канал Страница Фейсбук Является Всего лишь Частью Системы Социального Вообще Я и дальше Буду помогать И участвовать И прошу вас Присоединяться К моему Телеграм Каналу Подписываться На мой Ютуб канал Вступать В сообщество Достаточно Скоро С целью Поддержки Армянских Проектов Мы запустим Отдельную Армянскую Школу Армянского Мира Для того Чтобы иметь Эти унификационные Знания Чтобы в головах У армян По всему миру Была единая Качественная Информация Основанная На подлинных Источниках Касательно Армян Армении И всей Проблематики Которая Существует И мы Надеемся Что массовостью Мы сможем Получить В том числе Источник Финансовых Инструментов Я думаю Что Массовое Участие Армян Мира Особенно Молодежи В наших Проектах Поддержка Данных Проектов Приведет К тому Что Армянам Удастся Надеяться Не на Богатых Представителей Условной Элиты Которые Могут Финансировать То что Им нравится А организовать Народную Системную Поддержку Важных Национальных Стратегических Проектов В телеграм-канале Вы можете Найти Объявления Как Присоединяться К группе Патриотов Как Проходить Интеллектуальную Подготовку Зачем И почему Для ответов На эти вопросы Пишите Обращайтесь Участвуйте От деятельности Каждого Из вас В рамках Нашей Короткой Жизни Зависит Будущее Ваших Потомков Будущее Нации Человек Жив Пока Жива Его Культурологическая Общность Человек Умирает Когда Он Не знает Будущего Своих Потомков В рамках Каких Корпораций Они Будут Жить Представьте Что Каждый Из вас Имеет Десятки Поколений Предков Которые Боролись Для того Чтобы Вы родились Вы были И оставались Армянином И если Вы Не Воспроизводите Данную Модель То Подобная Дорога Закончится На ваших Детях Внуках Или Правнуков Задумайтесь Об этом Смысл Жизни Не состоит В том Чтобы Сладко Есть И сладко Спать И много Пить И не в том Чтобы Танцевать Танцы Петь Песни Смысл Жизни Состоит В глубинных Цивилизационных Миссиях Миссиях Где Вы Реализуете Те Заветы Которые Были Получены На Заре Основания Нации Осознайте Это И задумайтесь Я же пожелаю Вам Уверенности Бдительности И я уверен Что армяне Как нация Будут делать Все Чтобы Такие Иностранные Государства Как Россия Не смогли Более Проводить И другие Государства Подобные Спецоперации Как Уничтожение Высшего Руководства Армении Операции Которая Произошла 25 лет Назад 27 Октября 1999 Года Сила Уверенность И Знайте Армяне Получили От Господа Такие Качества Способности Генетические Возможности Которые Дают Армянам Возможность При качественном Использовании Системном Использовании В рамках Армянского Мира Решить Любые Все Возможные Задачи Всегда С вами Канал Тигранов Океан Лайф До новых Встреч Дорогие Друзья Дорогие Дорогие